Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости моего канала и просто хорошие люди, кто меня посмотрит. Яблонька наша распускается. Цвет такой красивый у неё. Ярко-красненький такой. До конца ещё не распустилась всё-таки. Только так вот. Ну и то уже красиво. Очень красиво. Когда расцветёт, вообще будет красота. Черёмуха цветёт. Ну это за нашим забором. Заброшенный этот сад. Ну себя здесь в огороде черёмуху не держим. А вот там она цветёт. О, какая красивая. Мишенка тоже здесь зацветает. В заброшенном саду. Заброшенные сады. Их очень много у нас. Черёмуха какая нынешняя мелковатая. Цвет мелкий. У нас торновник скоро зацветёт. Немножко поздновато. У нас зацветёт мой любимый торновник. Вон сколько торновников будет. Какой цвет. Очень много. Вообще весь цвету будет. Очень люблю торновник. Уже начал расцветать. Ну холод, холод. Страшный просто холод. Вот я одела с куртки в капюшоне. И говорят, сегодня ещё мороз будет. Так что можем ещё отцветать вообще без ягод. Вот. Сирень сейчас это посмотрю. Вот красавица. Слива цветела. Вот. И с этой стороны. Красота. Красота. Смотрите какая красота. Всё суприли. Вот. Ждём цветения сада. Зазеленел, конечно, вон. Вот так спилил ему что-то, смотрю. Что-то у него всё время спиливается. Что-то он тут привил. Вот это что-то привитое. Ну вот. Щавель тоже растёт сам по себе. У нас никто за ним не ухаживает. Просто так в саду цвет растёт. Само-то себе. Ревень. И танчики в саду цвет набрали. Просто в саду среди яблонь. Яблоньки молчат. Посмотрим сейчас, сколько яблоньков цветить будет. Эта яблонь всегда цветёт. Каждый год. Учок мой растёт. Вот нужно полоть. Были дожди. Я даже не заходила сюда. Нужно брать мотыгу и полоть. Вот так. Не хочется пока затаптывать, лишний раз отходить. Немножко просохнуть, прополим. Вон сколько травы. Трава не дремлет. Хочу на обед приготовить плов. Порезанное мясо 350 грамм. Это нам на двоих нужен. Вот, друзья, как вы думаете, в таком возрасте сколько мяса можно есть? Немало ли это? Я хочу ответить на один комментарий. Андрей пишет мне. Тут мяса маловато. Мяса бы туда. Ну, нету. Неедимо много мяса. Я считаю, что нам этого хватит. Достаточно на двоих с мужем. Уже в нашем возрасте мне кажется, мяса нужно есть поменьше. Это не потому, что мы не можем его купить. Мы его покупаем. У нас есть мясо. Просто я столько мяса вложу. Плов там. Или когда овощи тушу. Вот Андрей мне писал в комментарии, когда я тушила овощи. Ну, мне кажется, там тоже столько мяса было. И достаточно хватило нам с мужем. Вот. Андрей молодой. Конечно, ему можно мясо покушать побольше. Ну, вот, друзья, сейчас буду готовить плов на обед. И готовила плов на обед. Вот такой получился. Красивый. Рассыпчатый. Ну, это плов для нас, для пенсионеров. Некоторые говорят, даже в комментарии, друзья, что это каша. Ну, я понимаю, может быть, для кого-то каша, но для меня это плов. Если бы кашу, я бы сварила просто рис. Дело в том, что нам уже нельзя какой-то ухсбек, скильичу какой-то плов готовить. По той причине, что нам жирные, уже нельзя. Поэтому, друзья, у нас такой плов. Все просто. Мясо, лук, морковка, рис. Потом уже в конце запускаем брит, когда мясо хорошо поварится. И лавровый листочек. Ну, а лук и морковку все вместе с мясом тушим на сливочном масле. Вот так вот, друзья. Вот такой будет у нас обед. Но кроме плова у нас еще греются щи. Щи вчерашни. Ну, вот, друзья, будем и обедать сможем. Остадимся обедать. Я все приготовила. Я готовлю сразу все на стол, чтобы не соскакивать, не приготовить там, не добавлять. Вот так. Яйца всегда на столе, лук почищенный, чеснок. В общем, щи, плов. Если кто-то что-то хочет, может еще что-то покушать. Вот. Всем, кто за столом, всем приятного аппетита. И нам тоже приятного аппетита. Ну, вот, друзья, вечер наступил. На улице холодно. Надела куртку. Мало что сделала. Приготовила для парника дуги. Цеклу досеяла. Немножко травку сходила. Убирала. Трава растет. Трава как на рожжах. Я же показывала, лук весь в траве. Так клубники выбирала, ходила. Я же капюшон надела. Сладись такой. Ужас. Ну, в общем, пойду немножко прогуляюсь. Отлегчусь. Пойду посмотрю, как там мой муж рыбачит. Он-то на машине уехал, а я пойду туда пешком сажу. И рыжик со мной вот убирается. Рыжик, пойдем. Друзья, иду и уже предчувствую беду. Собака уже ждет меня. Собака кущая. Хоть не ходи никуда, из нее. Вот уже лает. Лай-лай. Люди все говорят, что все собаки очень добрые. Добрые собаки лаять не будут. А еще и за ноги хвастать. Сегодня у меня сапоги, сегодня калоши. Так что нужно быть осторожным. Ой, тут еще и теленочек. Собака, и теленок. Не знаю, где пройти. Закончится когда-нибудь или нет? Ты будешь давай с ней пройти? Давай же как-нибудь прекратим это. Я же так часто хожу, что увидела палку. Палки в руках у них скандинавские. А также еще, знаете, что самое интересное? У меня в руках фотоаппарат, телефон. И она как будто понимает. Прям как будто понимает, что у меня в руках телефон. Ну вот, друзья, иду. Здесь еще и Мишку привязали. Не знаю, какая цепь у него. Не знаю, какой он. У нас какой длинный цепь. Миш, какой длинный цепь? Миша, я все-таки не маленький уже такой, взрослый. Вот. Сейчас посмотрю, повернусь. Сколько цепь у него. Даже не знаю. Какая там цепь у тебя? Ну ладно, продолжаю свой путь дальше. Вроде две преграды преодолела. Миша, конечно, настроен. Не очень хорошо на меня. Миш, не очень я тебе понравилась, да? Ну ладно. Тучи на небе. Вон солнышко чуть-чуть просвечивает. Вот. Холодно. Ну травка, кругом трава уже все. Трава хорошая. Иду такая, думаю, а здесь не здесь. У нас же еще другие места есть для рыбалки. Но нет. Машина стоит. Значит, не зря пришла. Вот. Сейчас посмотрим. Река темная, темная. Вот уже показывала несколько раз. Здесь, вот на той стороне оврага, до рода же находится. Вот так у них там. Два, наверное, домика, или один, или не стоит точно. Уезжают разные праздники свои. У них-то все для этого приспособлено. На камень, на реке, прям. Лестница вот так спускается. Но это с той стороны. Если я там пойду, то я там точно не выйду. Потому что вот так вот дальше у них там идет, там у них забор. вот этот забор у нас не выпустил. А так бы хорошо было по лесенке спуститься. Вот по такой лесенке бы спустилась на пирс. Что-то было. Смотрю, сидит. Может быть, еще кто-то там. Точно! Два сидят. Три. Друзья, трое. Что они там интересно ловят? А красота-то какая-то. Смотрите. Все уже зеленело. Когда я была, все еще было серенькое. А сейчас, вот смотрите, и дождь идет потихоньку. Хотя, я говорю, но запах черемахи, я почувствовала и сюда еду посмотреть. Вот. Посмотрите, сколько черемов есть. Вот. Посмотрите, сколько у нас вдоль берега. Вот на берег так вот все-все-все было старое время. Это выросло где-то примерно за 15, наверное, лет. Быстро выросло. Одно время вообще ничего такого не было. Просто как пляжка. Трава-то какая-то сгорчатая, зеленая, сгорчатая, сгорчатая. Ну вот, друзья, дышала с воздухом, а что я домой? Пусть муж рыбачит, а я пойду готовить кушеке. Кушек, 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 кушек. Пойду готовить. Красота. Придем. Что-то, что-то перец слышно, траву вернусь в косыке. Вот, черемуха везде. У нас в селе много черемок. Все село в черемахе. Чуть раньше много черемахи было. Все стали заброшены, заросли черемухой. Вот сейчас уже мне нужно чуть-чуть в горку подниматься. Шла, шла, черемуху встретила. Решила кустиками сорвать. Будет дома запах черемахи. Много не нужно. Сорву один кустик. Вот, снова собака меня встречает. Телефона не моего рукава. Прибежал почти до меня. Ты дашь мне спокойно ходить на прогулку? Где твои хозяева? Почему они тебя не привязывают, а? Ты дашь мне спокойно ходить на прогулку? Или все время так будешь себя вести? Ну вот, попробую убрать телефон. Тоже с Васей встретили меня. Сидят. Пойдемте домой. М? Лыжи. А у нас у дома трава невысокая. Вот такая только лужаечка. Ну у нас у дома коровы не дают поверить. Это хорошо. Нас они косить не надо. Ну что прибежали опять за мной. Так я иду двигаюсь, а они за мной двигаются. Пойдемте. Ой, как раз дедушка едет. Ай, как раз дедушка едет. Все вместе пойдем домой, да? Ну посмотрим, что он там нас нарыбачил. Ну встречать пойдем? А? Рыжий, чувствуешь? А я думаю, что они идут со мной? Они же машину чувствуют. Сейчас побегут. Что? Увидел, да? Сейчас подъедет. Смотришь? Вась, и ты хочешь рыбу? Вась, а ты тут там что увидел? Че ушки-то навострил? М? Объелся уж наверно? Наверное, рыбой ты рыжиком елся. Два раза где дедушка тебе дает рыбу? Пойдем встречать. Пойдем. Пойдем. Возвращаемся, друзья, назад. Дедушка встречать идем все. Только я пришла. они вон вперед меняют. Ай, чудики. А вон они кота там чужого боялись видят. Даже боялись, а просто меня чувствовали его. Ну вот, идем рыбака встречать с рыбалки. Вот они уже. рыбак, давай, рыбка, давай, рыбка, давай. Рыбка сейчас машину не пока. Сейчас машину загоним. О, сколько рыбки опять. Ух ты. А что спросит на карась? Понятно. рыбка вот такой мукетик пришла домой. Немножко почувствую весну. Запах такой приятный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова